Антиконференция Маркс Фест 2024 проводится уже не первый год. Студентам альтернативу обычным конференциям предложили еще в 2018 году, и проведение этого мероприятия уже стало некой традицией. На конференцию мог прийти любой желающий студент Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Среди приглашенных спикеров можно было увидеть основателя торговой марки Алга, антикафе Баклажан, кафе Костыбы и многих других. По словам директора Института управления экономикой и финансов Наили Багаудиновой, отсутствие скучных докладов, огромного количества слайдов с информационным шумом – вот что отличает эту встречу от любых других. Только эффективная работа, взаимопонимание и активная дискуссия. Почему мы назвали Маркс Фест? Это был год, когда было 200 лет Марксу. Маркс все-таки основоположник учения, который лежит в основе очень многих экономических теорий, и поэтому мы назвали это Маркс Фестом. Наши выпускники и наши спикеры, которые здесь есть сегодня, они люди, которые добились различных высот в двух направлениях в бизнесе и в государстве, и сегодня мы их знакомим. У нас 12 спикеров и все наши студенты. Мы знакомим наших спикеров со студентами не только для того, чтобы провести сегодняшний день вместе, но и для того, чтобы быть вместе дальше. Подготовка к мероприятию в этом году заняла около двух с половиной месяцев. Заранее среди учащихся был проведен опрос, в чьей персоне они заинтересованы. Исходя из результатов, был составлен список спикеров. По словам самих ребят, для них важно, что после проведения антиконференции у всех участников останется телеграм-канал, в котором спикеры будут общаться со студентами, делиться опытом и помогать в решении каких-либо проблем, связанных, например, со стартапами. Это антиконференция пользуется огромным спросом среди студентов, ведь здесь есть возможность открыто пообщаться с успешными личностями, а также завести новые знакомства, которые в будущем могут перерасти в долгосрочное сотрудничество. Игорь Афанасьев, Аделина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости.